снова здравствуйте занимаюсь уборкой холодильник у меня на очереди сейчас помыть вещи надо собирать в общем решила я чайку попить торт еще не резала переложила на маленькую досточку отрезать хочу прям такой небольшой кусочек я даже сама не знаю что там но очень интересно о а прям смотрите ка ну соответственно мне некуда подставить было понимаете да поэтому у меня так на край завалилась но так то так то прям даже и ничего неровные коржи конечно вы сами все видели на этом вот как это вы есть а сейчас все перемешаю вроде получилось не мне прям нравится результат и не устраивает мы если бы были одни сливки он бы такой стабильный крем не был все-таки с сыром он такой по стабильнее и вот клубника вообще тут не лишние не вы конечно можете пропитывать чем-то другим но мне кажется что с шоколадом клубника вообще идеально сочетается он настолько нежный я вам рассказать не могу сейчас попытаюсь показать обалденный очень вкусный причем даже сам бисквит я вот его обсыпать крошкой не стала потому что по итогу оказалось что крошки очень мало я начала ее делать смотрю что но явно даже не хватит бока обсыпать поэтому не стала ее так села прям вот вы знаете я подцепить не могу вот я беру кусочек а он аж еле-еле держится его жевать вообще не надо по консистенции знаете на что похоже на тирамису только по консистенции когда вот там эти печенечки мягкие мягкие становится савоярд я имею ввиду очень вкусно про шоколад же я вам хотела рассказать тема то у нас какая торта шоколадный вообще у всех растений есть научные названия но это все знают да так вот если переводить научное название шоколада на русский язык то получается пища богов ну или до богов я думаю вот это полностью соответствует действительности первыми сам самыми первыми кто стал в пищу употреблять какао были древние ацтеки больше трех тысяч лет назад по некоторым данным даже три с половиной тысячи лет назад тогда они делали значит у них там был царь глава кто там я не знаю мантесома 2 вот он был очень богатым человеком и у него в запасе были вот эти какао-бобы напиток из какао-бобов делали уже тогда только единственное что он был абсолютно не сладким там значит делали какао-бобы маис это кукуруза такая соль добавляли ваниль и перец и вот этот вот напиток имели право пить употреблять в пищу только очень знатные вельможи до сих пор сейчас еще в мексике делают такой напиток тоже не сладкий его называть по-моему техаса техасе техасе в центральной америке преобладают чуть не чуя вам рассказываю я буду подглядывать ладно информации много значит не преобладают в центральной америке употребляют в пищу перевела напиток из перебродивших плодов вот этого как господи дерево какао в европу завезли в 1519 году значит там у этих ацтеков собрали налог этот налог был 25 тысяч центнеров привезли в европу поначалу католическая церковь была против потому что они там считали что употребление в пищу напитка из какао-бобов значит как-то влияет на организм но в негативном плане и кроме того еще и младенцы будут рождаться темного цвета ну вот какао ну конечно чего же еще только от какао значит у испанцев королевскому столу все-таки подавали напиток там это было в порядке вещей и вот когда эти плоды дошли до папы римского ну напиток я имею ввиду какао он попробовал и решил не запрещать его потому что говорит он такой горький ну сахар тогда еще не добавляли он говорит такой горький его добровольно горит никто пить не будет давайте разрешим разрешили значит сахар стал добавлять тоже католический священник епископ епископ франциско он попробовал добавить понравилось и понеслось 1828 году изобрели технологию изготовления какао-порошка и какао масло какао масло для того чтобы вообще начать что-то делать нужно собрать плоды их ферментирует прям на плантациях потом под высокой температуры но обжаривают определенным образом причем для масла для производства масла одна температура нужно для производства какао порошка другая масса до спаде другая температура нужно их обжаривают и давят выдавливает получается масло оно нужно для производства шоколада настоящий шоколад без какао масла невозможно сделать все это получается ну как растительный аналог вот так скажем потому что масло в любом случае добавлять если не какао масло то добавляется растительные жиры получается уже совсем не то пальто а вот этот вот порошок который остается после отжима масла его перемалывают и получается какао родина самих деревьев какао это леса амазонки до сих пор код девуар такое государство есть является главным он не главный в общем самый крупный самым крупным поставщиком какао во все по всему миру 18 процентов какао которое выращивается и производится производится именно там от девуар дальше продолжаем нашу лекцию слушай не уходим деревья кстати вечно зеленые их выращивают сейчас уже выращивают искусственно и сажают эти деревья вместе с бананами вы же знаете да что бананы это вообще не дерево это трава вот сажают вместе с бананами с кокосовыми пальмами это дерево какао очень не любит солнечные лучи сгорает на солнце а вот как раз бананы и кокосовые эти пальмы они скрывают и в тени дерево прекрасно растет плодоносят кстати эти деревья круглый год то есть у них нет такого что урожай созрел и все нет единственная проблема вообще почему какао до шоколад какао совсем не дешевый продукт во первых вести за 3 9 земель а во вторых деревья живут около 200 лет плодоносить начинает только на 25 год кроме этого цветут все но плодоносят одно дерево так сейчас я прочитаю плодоносными несколько десятков из тысячи вот представьте посадили тысячу деревьев до из них ну пусть несколько десятков сколько ну пять десятков до 50 всего 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 50 может быть ну пусть 100 деревьев до на тысячу остальные не плодоносят одно дерево в год дает всего около 40 плодов очень полезно какао натуральный напиток из натурального какао для тех кто страдает бронхиальной астмой кстати есть сведения о том что шоколад вот какао качественный какао хороший шоколад горький снижает давление поэтому смело можете употреблять для зубов кстати шоколад абсолютно не вреден проводили исследование все нормально это не шоколад это сахар сахар вреден ну вроде бы все про шоколад у меня все может кто-то еще какой-то факт интересный знает поделитесь пишите в комментариях я с удовольствием прочитаю не знаю как вам а мне вот такие факты интересны иногда даже не задумываешься а на самом деле ну тут вот представьте человек сажает деревья до ему для того чтобы хоть что-то собрать надо посадить целый лес вот они его посадили 25 лет они ждут 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 раз из целого леса там 100 деревьев это что значит это надо это значит надо вырубить те деревья которые не плодоносят на их место сажать новые с ума сойти правда удивительно на это мы когда покупаем шоколадку едим да мы даже об этом не задумываемся ну какая какао и какао на постараться то надо серьезно вот так вот бывает ты задумалась о том что вот сколько я за свою жизнь съела шоколада да это же со скольки плодов со скольки деревьев я съела какао с ума сойти всем приятного аппетита спасибо что выслушали мою болтологию пока пока